дорогие друзья у меня время ночь как ночь 12 часов первый час ничего не снимала некогда было в целом что я сегодня сделала закатала 5 банок огурцов и 1 2 3 4 банки 600 граммовых кабачковой икры и две маленькие ну короче сейчас вам покажу и у меня варится вторая партия кабачковой икры короче я сегодня как савраска первую приготовила поставила варить потом огурцы делать тут же потом нарезка для 2 кабачковой икры короче вот так вот весь день многие говорят настя на днем закатки делать ну блин ребят мне удобнее ночью когда мне никто не мешается я спокойно могу варить катать там что-то дальше делать поэтому так тут у меня же сварится вторая партия а я вам покажу то что я уже сделал вот смотрите вторая партия в ministre кабачковой икры варится помещаем на мне на медленном огне и так шел на медленном огне вариться вторая партия кабачков вот она будет так вариться еще 녀석 часик и пойдемте покажу что я уже сделал и вот возле здесь поставила так 1 2 3 4 5 и вот это вот кабачковую икра то что я сделала сегодня 680 грамм на 700 граммов баночки вот это вот полютровая там маленькая все сейчас это укутываю еще одну партию потом приготовлю тоже сюда поставлю кабачковую икру и пусть стоят себе так что вот чем я занималась сегодня по этому видео ничего не снимала но я вам вкратце рассказала завтра будем продолжать дальше варить кабачковую икру может быть завтра куплю перцы и помидоры и сварю еще лечо тут жарко на кухне я вам себя потом потом 7 потов из меня уже вышло кошмар ладно продолжаем варим вот такой вот ребята у меня был день сегодня это сварю еще уберу и сейчас засниму потом сколько у меня еще получилось баночек но я приготовила вот такие вот баночки 700 граммов большие потому что за раз такую баночку то даже не 700 это килограммовая такую баночку за раз у меня дети спокойно съедают поэтому решила делать такими баночками они маленькими ладно дорогие друзья продолжаем дальше варить так дорогие друзья у нас время уже ночь приготовил я последнюю кабачковую кровить кастрюлю пустая вот у меня получилось три литровые баночки одна маленькая ну и вот здесь вот остаточки сейчас их крепко закручиваю убираю под дело и я пошла спать всем всего хорошего всем говорю пока пока всем добрый вечер у нас ребята да уже вечер сегодня вообще ничего не снимала я сегодня себя плохо чувствую видать эти дни то что я по ночам уже учу получается три ночи почти подряд все до 4 до 5 варила то кабачковую икру то огурцы солила и у меня сегодня голова завалила поэтому я сегодня себе дала выходной хотя кабачков много надо бы их перерабатывать но не могу в целом чем хочу заняться чем хочу заняться я сегодня попросила машинку сходить в магазин купить кефир сейчас будем с вами делать тесто на оладушке ребятишкам хочу сделать оладушки будете тесто на оладушке вы слышали ее аж смешно достала выливаю 2 литра кефира да не надо со мне спокойно когда я одна тут сидела василиса тут у меня скачет по банкам банки же укутана одеялом и полотенцем и вася по ним скачет от них тепло идет и она скачет по ним мне тут написали настя скажи пожалуйста сколько ты банок уже чего и сколько сделал ребят не считала вот серьезно говорю я знаю что огурцов наверно но больше десяти банок точно уже сделала кабачковую икру у меня дети моментально съедает поэтому она у нас долго не держится да оксана а чё ты банку это ты открывала щас а чё не убрала за собой ложку облизала убрала и оставила дело моя колбаса так сейчас мы будем с вами делать тесто тесто на оладушки на соль сахар соду соль сахар соду и мука все это добавим и будем делать ничего что-то такого сегодня с утра муж на летней кухне варил пшенную кашу пшеничную да и это как сказать кабачки жарю сегодня с утра встала чувствую меня голова прям так сильно болит что я это решила вообще ничего пока не буду делать сегодня я съедала выходной законный выходной будем делать оладушки что-то ничего такого не хотят есть оладушки выпечку хорошо едят поэтому решила сделать оладьи им пусть кушают да оксана будешь кушать оладушки отказался да ладно дорогие друзья заводим тесто да да меня спрашивают всех ли нет я дело нет еще не всех еще оксана но чуть попозже пойдем ее одевать у меня тут знакомая должна привезти товар куда они там за товаром ездят и я жду куда она привезет и я пойду к ней смотреть что она там привезла пойду смотреть может что-то из того возьмем у оксана по идее сарафаны есть юбки есть ей на блузки брюки обувь и все колготки да кстати много заказала обуви на вал берез пока сейчас потихоньку начиная уже в зиме покупать обувь к зиме к весне заказала на ваню на марину и на оксану пока следующем месяце посмотрим как зарплата будет и потом закажу там на катю машу света и гора надо но постепенно будем все это сами заказывать поэтому так что это выкинь да это видать из чего-то из каких-то нибудь новых вещей так замешиваем тесто вам дорогие друзья что замешаю тесто и потом о чем-нибудь еще с вами поболтаем всем хорошего дня я все продолжаю жарить оладушки дети уже поели и уехали с папой на речку наелись и все даже гости которые в баню приезжали или ребятишки сегодня уже второй раз заднем поехали на речку купаться пока у папы один день выходного они поехали на речь а я дальше продолжаю жарю оладушки у меня еще тут пол тазика тесто опять много завела опять целый тазик сделала тесто вот худые не понимаю и продолжаю жарить так что вот такие вот друзья дела у нас поехали на речку искупаются опять дети довольны когда папа выходной они на речку но я дальше жарим а вы напишите чем вы занимаетесь все ребят пришла я с баней помыла из баня наконец-то оладушку уже почти доели нифига целый тазик уже доели почти тебя не падешь сейчас света поделаешь от баня моются старшие и младшие также поскакали ноги мы тоже к старшим вот такой вот ребят был день что смогла заснял а я такая страшная пусть войну извините какая есть такая есть без всяких украшательств ладно всем всего хорошего всем желаю крепкого здоровья всем говорю пока пока сейчас минутка милоты купили мы как-то машинки хомячка вот месяц назад и хомячок у нас оказалось сюрпризом поэтому дорогие друзья кому нужны хомячата обращайтесь продадим недорого 80 рублей отдадим за 80 рублей хомячат хомячата уже взрослые уже можно запирать вот это вот наша мама сливка а там уже юный детки сейчас постараемся показать вот машинка снимает получилось она у нас видите сюрпризом через некоторое время родила и принесла нам четыре замечательных хомячат хомячата ручные к рукам они приучены детей постоянно тискают руках поэтому хороший но ответь 4 2 рыженьких один серенький один беленький беленький это мальчик но они пока еще с мама то что им еще месяца нету а остальные они девочки поэтому кому надо пишите в личное сообщение отдадим с радостью 80 рублей хомячат у нас магазине они по 200 рублей вот мы машу вот эту сливочку белую купили вот она мамочка наша и получается так что это сливочка принесла еще четверых ну она у нас мама хорошая заботливая молодец хорошо заботится о них сейчас моим дали этих червячков сушеных они вот сидят кушают видите как классно сливка тоже у нас очень ручная она очень любит на руках сидеть также как и хомячата поэтому пишите в личное сообщение сразу говорю кто будет писать гадости сообщение буду в ваш комментарий удалять всем хорошего дня